Уважаемые коллеги, я не знаю, господин Чебричук, когда говорит о том, что мы ездим в Брюссель и в Европу, что мы собираемся якобы этим самым интегрироваться куда-то в какие-то структуры евроатлантические. Господин Чебричук, вот на следующей неделе господин Хатинян уедет в Рио-де-Жанейро за счет парламента, он куда собирается там интегрироваться? Уважаемые коллеги, в прошлом году мы уже обсуждали вопрос отправки в Косово континента наших военных для участия в миссии КФОР под эгидой НАТО. Тогда Маринуца заверял всех, что это не НАТОвская операция, что бюджет страны не пострадает и так далее. Маринуца уже нет, он ушел в отставку, спросить на первый взгляд, как говорится, нет кого. Но спрашивать надо и спрашивать будут. В первую очередь с вас, со всех тех, кто в нарушении конституции и нейтрального статуса государства направил наших военнослужащих для участия в операции Североатлантического альянса. Сегодня правительство предлагает ратификацию двух соглашений с НАТО о финансовых обязательствах, а также об условиях участия молдавского контингента. То есть получается, что сначала вы отправили контингент в Косово, а потом решили договариваться об условиях. Кто так делает? Вы опять по указке из Брюсселя, в данном случае из НАТО, так же как и в случае с декларацией по Украине, отправили солдат в горячую точку, а теперь постфактум хотите из бюджета страны оторвать почти миллион долларов на их содержание. Неужели мы такие богатые, чтобы тратить 10 миллионов леев на операцию под эгидой НАТО? Неужели вы решили все проблемы, которые сегодня существуют в Республике Молдова? На всех встречах в районах вы говорите, что в бюджете нет средств, что их не хватает. Но оказывается, для таких случаев есть средства и хватает. Уважаемые коллеги, большая часть стран выводят свои контингенты из Косово. Только власти Молдовы решили в очередной раз вляпаться. За все годы операции Кейфор погибло более 70 военнослужащих из разных стран Европы. Принимая это решение сегодня, ратифицируя эти соглашения, вы должны об этом знать. Ответственность за возможные потери в рядах молдавского контингента будут на вашей совести, на совести тех, кто сегодня проголосует за ратификацию этих двух соглашений. В прошлый раз мы уже упоминали, что натовская операция Кейфор фигурирует в докладе бывшего председателя мониторингового комитета парламентской ассамблеи Совета Европы, господина Дика Марти. Доклад о преступлениях, совершенных во время конфликтов в Косово, когда при попустительстве натовцев в Косово на границе с Албанией существовали концентрационные лагеря. Именно из этих лагерей, где содержались сербские военнопленные и гражданское население, поставлялись человеческие органы на черный рынок органов. Тогда Кейфор не смогла это предотвратить и фактически не справилась с возможными возложенными на нее миссии. Зачем нам пачкать репутацию страны своим участием в этой операции? Но я бы хотел остановиться на главном. Косово – это часть Сербии. Мы не признали независимость края Косово. Молдова, как и Сербия, не контролирует часть своей территории. Зачем нам туда лезть? Зачем участвовать в одной операции со странами, которые признали независимость Косово? Они признали Косово, они там участвуют. Наше участие в этой операции без согласия Белграда фактически является косвенным признанием Косово. Вы создаете опасный прецедент, зная, что в Молдове есть нерешенный до сих пор преднестровский вопрос. Если вы де-факто признаете Косово, тогда вы рискуете создать прецедент для возможного признания независимости Приднестровья. Мы убеждены, что нашему контингенту нечего делать в сепаратистском регионе на территории Сербии. Молдова должна сохранять и уважать свой нейтралитет. Если мы сами не будем его соблюдать, тогда как мы можем требовать от других субъектов международного права уважать наш нейтралитет? Хотелось бы обратиться ко всем депутатам правящей коалиции. Не подрывайте национальную безопасность, не вытирайте ноги о Конституцию. Мы призываем отозвать наш контингент из Косово и обращаемся ко всем депутатам голосовать против ратификации соглашений с НАТО. Спасибо за внимание.